Василий Макарович Шукшин. Горе. Бывает летом пора, полынь пахнет так, что сдуреть можно, особенно почему-то ночами. Луна светит тихо, неспокойно на душе, томительно, и думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи Вольно, дерзко, сладко. Это даже не думается, что-то другое. Чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, лопухах, сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь. Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно до слез смотрел на луну. Вдруг услышал, кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво. У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена. Тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем. Дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру. Нечаиха-то, гляди-ка, сердешная, сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур. Цып-цып-цып, цып-цып-цып. Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была и нету. Ушла. Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг. И такая теплая, родная земля. И совсем не страшно на ней. Я притаился. Длинная, ниже колен рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку. Ничего. Сейчас маленько уймусь. Мирно побеседуем. Тихо говорил старик. И все не мог унять слезы. Третий день маюсь. Не знаю, куда себя деть. Руки опустились. Хоть что делай. Помаленьку он успокоился. Шибко, горько, просковья. По что напоследок-то ничего не сказала? Обиду, что ли, затаила какую? Сказала бы, и то легше. А то думай теперь. Ох, ох, о. Помолчал. Ну, обмыли тебя, нарядили, все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, что теперь одному-то делать. Может уж заколотить избёнку, да к Петьке уехать. Опасно. Он сам ничего бы. Да бабёнка-то у него сама знаешь. И сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то. Чего посоветуешь? Молчание. Я струсил. Ждал вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом. Вот гадаю, продолжал дед Нечай. Куда приткнуться? Прям хош петлю накидывай. А это вчерашней ночью сдремнул маленько. Вижу, ты вроде идёшь по ограде, яички в сети несёшь. Я пригляделся, а это не яички и цыпляты живые, маленькие шо. И ты вроде начала их по одному исть. Ешь, да и шо прихваливаешь. Страсть господня. Проснулся, хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету. Просковьюшка язвитя в душу. Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня аж мороз по коже продрал. Завыл как-то, застонал протяжно. Э-э-э, ушла, а не подумала, куда я теперь. Хошь бы сказала, я бы доктора из города привёз. Вылечиваются люди, а то ни слова, ни полслова вытянулась. Так и я сумею. Нечай высморкался, вытер слёзы, вздохнул. Тяжело там, Просковьюшка. Охота поди сюда. Снишься-то, снись хоть почаще. Только нормально. А то цыпляты какие-то, чёрт-те чё. А тут Нечай заговорил шёпотом. Я половину не расслышал. Грешным делом хотел уж. А чего? Бывает, закапывают. Я слыхал. Закопали бабу в краюшкина. Стонало. Выкопали. А эти две ночи ходил-слушал. Вроде тихо. А то уж хотел. Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный. И все думают, что помер человек. А он не помер, а сонный. Тут мне совсем жутко стало. Я ползком да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал всё. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады. Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? Спрашивал дед. С ей. Советуется, как теперь быть. Тронется ещё козёл старый. Правда, пойдёт, выкопает. Может, пьяный? Нет. Он пьяный поёт и про Бога рассказывает. Я это знал. Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. Кто тут? Строго спросил дед. Нечай долго не отвечал. Кто здесь, я спрашиваю. А чего тебе? Ты, Нечай? Ну? Мы подошли. Дедушка Нечай сидел по-татарски, скрестив ноги, смотрел снизу на нас. Был очень недоволен. А ещё кто тут был? Иде. Тут. Я слышал, ты с кем-то разговаривал? Не твоё дело. Я вот сейчас возьму палку хорошую и погоню домой, Чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь. Не стыдно? Я говорю с ей и никому не мешаю. С кем говоришь? Нету её, не с кем говорить. Помер человек в земле. Она разговаривает со мной. Я слышу, упрямился Нечай. И нечего нам мешать. Ходят тут, подслушивают. А ну-ка пошли. Дед легко поднял Нечай с земли. Пойдём ко мне. У меня бутылка самогонки есть. Сейчас выпьем. Полегчает. Дедушка Нечай не противился. Чяжело, кум. Селов нету. Он шёл впереди, спотыкался и всё вытирал рукавом слёзы. Я смотрел сзади на него, маленького убитого горем, и тоже плакал. Не слышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая. А кому легко, успокаивал дед, кому же легко родного человека в землю зарывать? Так если бы все ложились семи рядом от горя, что было бы? Мне уж теперь сколько раз надо было житься? Терпи. Скрепись и терпи. Жалко. Конечно, жалко. Кто говорит? Но ведь ничем теперь не поможешь. Изведёшься и всё. И сам ноги протянешь. Терпи. Вроде соображаю. А запеклось вот здесь. Ничем не размочишь. Уж пробовал, пил. Не берёт. Возьмёт. Петька-то чего не приехал. Ну, тем вроде далеко. А этот-то в командировку уехал. Ох, тяжело, кум. Сроду не думал. Мы всегда так. Живёт человек, вроде так и надо. А помрёт. А помрёт. Жалко. Но с ума от горя сходить. Это тоже дурость. Не было для меня в эту минуту Ни ясной тихой ночи, Ни мыслей никаких. И радость непонятная, светлая, Умерла. Горе маленького старика Заслонило прекрасный мир. Только помню, Всё так же резко Горько пахло полынью. Дед оставил не чая у нас. Они легли на полу, Накрылись тулупом. Я тебе Одну историю расскажу, Негромко стал рассказывать мой дед. Ты вот не воевал, Не знаешь, как там было. Там, брат, похуже дела были. Вот какая история. Я санитаром служил, Раненых в тыл отвозили. Едем раз, А студебекер наш битком набитый, Стонают, Просят потише, А шофёр, Миколай Игренёв, Годок мой, И так уж старается поровнее ехать. Медлить шибко тоже нельзя, Отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку. Впереди легковуха, Офицер машет, Стой, мол. А у нас приказ строго-настрого, Не останавливаться, Хоть сам чёрт с рогами останавливай. Оно правильно. Там сколько ещё их сердешных, Лежат, Ждут. Да хоть бы наступали, А то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, Офицер поперёк дороги с наганом. Делать нечего. Остановились. Оказалось, Офицеру их тяжело раненый, А им надо в другую сторону. Но мы с тем офицером, Который наганом-то махал, Кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел. Сын там тоже капитан был. Совсем тоже плохой. Миколай-то одной рукой придерживал его, Другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, Какого посадили-то, Чесует бедный. Голова в крове, Всё позасохло. Подумал, И шо тогда Не довезём. А парень молодой, Лейтенант, Только бриться, Наверное, Начал. Я голову его на колени к себе взял, Хоть поддержать маленько. Так кого там? Доехали до госпиталя, Стали снимать раненых. Дед крякнул, Помолчал. Закурил. Миколай тоже стал помогать. Но помогает. Подал я ему лейтенанта-то. Всё, говорю, Кончился. А Миколай посмотрел на лейтенанта. В лицо-то. Кхе. Опять молчание. Долго молчали. Неужто сын? Тихо спросил дед Нечай. Сын. Ох ты, господи. Кхм. Мой дед швыркнул носом. Затянулся в чистую Раз пять подряд. А потом-то что? Схоронили. Командир Миколая Отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, Что сына схоронил. Документы до ордена спрятал. Пожил неделю. И уехал. А что не сказал-то? Скажи. Так хоть какая-то надежда есть. Без вести, без вести. А так совсем не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог. Господи, 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 Опять начал дед Нечай. Сам-то хоть живой остался? Микола? Не знаю. Нас раскидало потом по разным местам. Вот какая история. Сына. Легко сказать. Да молодого такого. Старики замолчали. В окна все лился и лился Мертвый торжественный свет луны. Сияет. Радость ли, горе ли тут? Сияет. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, ноябрь 2022 года.